А зачем тебе так важно быть неуспешной вот в этом вопросе? Задала я этот вопрос на днях одной своей клиентки. Она заказала у меня трансформационные сессии, чтобы я ее привела от точки А к точке Б, минус 30 кг. И вот она прошла две сессии и исчезла. Я ей пишу ноль, я ей аудиосообщение оставляю ноль. Она заплатила, то есть она, казалось бы, должна меня сама инициировать. А этот человек слился, и я понимаю, что он слился. Поэтому я ей уже задаю конкретный вопрос. Я понимаю, что она саботирует свой успех. Что такое успех? Это прийти в эту точку Б, в минус 30 кг. И она заплатила за это, говорит о том, что она готова цену платить. И я ей пишу вот эту фразу. Зачем вам так важно саботировать свой успех? Зачем вам так важно саботировать свою стройность, свою легкость? И в этот раз она мне пишет, если вот на мои аудиосообщения, добрый день, как ваши дела, чем вы сейчас заняты, что хорошо происходит? Молчание. И она пишет, как вы правильно подметили. Я действительно саботирую свой успех. И мы находим в аудио. Я ей вставляю аудио, она мне вставляет аудиосообщение. И тут, отвечая на мои вопросы, она обнаруживает, что установка такая звучит. Если я постройнею, мне придется менять весь гардероб. Вот вам установка. То есть, если я постройнею на минус 30, мне придется менять весь гардероб. И это не дало ей дальше идти на работу. То есть, у нее нет веры в том, что она будет способна купить себе все вещи на минус 30. И мы прорабатываем с ней эту установку. Можно мне было так решить, что если я постройнею, у меня не будет денег на смену всего гардероба, и я тогда не буду знать, что мне покупать. И она говорит, ну я же никогда в таких объемах не была. То есть, я с детства была вот такой вот толстой. И она говорит, я могла себе покупать безобразную. Для толстых только безобразные одежды. А для худейших странюшек это надо нанимать дизайнера, это надо стилиста нанимать, это надо это самое, это надо у мужа деньги брать, а вдруг муж не захочет мне давать деньги и так далее. И мы нашли огромное количество страхов. И мы поняли, почему она саботирует, казалось бы, такую мечту. Вот она уже в шаге от своей мечты, и вдруг она ее стала саботировать. И потом она говорит, а, понял, так, пошли дальше работать. И вот мы с ней продолжили работать. И в моей жизни была такая история, как-то водила тренинг на Гаверлу, это высокая гора в Украине. И мы договорились с людьми, что вот здесь мы загадываем точку А и идем к точке Б. И когда мы дошли до Гаверлы, 17 человек, с нами дошло 3 человека. Вот вам статистика.